Следующий минус это климат, хотя, как мне кажется, мне очень повезло, когда я переехала в Москву, единственное, в начале лета, по-моему, было там 13 или 12 июня, и я сидела с обогревателем, и я сейчас не шучу. В Ростове, например, мои родители ездили с кондиционером, потому что было на улице плюс 30, и когда я звонила папе и находилась в пальто, папа просто смотрел на меня, смеялся и говорил, ну да, ну ты же сама сюда переехала, для меня это была, конечно, вообще катастрофа, я не понимала, почему так холодно, при том, что я не брала никакие теплые вещи, потому что, ну как бы лето, погода очень сильно отличается от южных городов, У нас больше солнца, но здесь зато хорошие зимы, по крайней мере зимние, у нас в городе зима, это просто грязь какая-то, дождь, слякоть, и мы-то зиму за зиму не видим, вот, а здесь, ну, все времена, годы. Давайте я теперь расскажу о продуктах, здесь продукты тоже будут отличаться по стоимости, например, у нас на юге, нет, я, конечно, не могу сказать, все очень дешево, это неправильно, Но если брать фрукты, овощи, особенно сезонные, ну это копейки, там помидоры 40 рублей килограмм, арбузы 7-8 рублей килограмм, в Москве арбузы 40-50 рублей килограмм, помидоры 200-250-300 рублей килограмм, то есть, ну, сами понимаете, цены очень сильно отличаются. И что самое интересное, если бы это еще было хорошего качества, а не пластмассовое какое-то, я бы понимала, но это отдельный пункт, и мы об этом дальше поговорим. Если говорить о магазинах Ашан, Пятерочка, Магнит, то в целом цены не будут отличаться от ваших городов, ну, по крайней мере, у нас такие же цены, поэтому я сужу вот по своему городу Ростову-на-Дону. А если, конечно, смотреть на магазин Вкус Вилл, это ростовский перекресток зеленый, такие же цены, а вот Азбука Вкуса, это наш Тихий Дон и наш Кооператор Дона, для Ростова, чтобы было понятно. То есть, Азбука Вкуса, это такой магазин, считается, типа, как премиум класса, все зависит от вашего дохода и от ваших вкусовых желаний и предпочтений, но я, например, тот человек, который каждый день ест авокадо. Это уже такой удар по статье расходов. Ну, так, чтобы вы понимали, авокадо две штуки тут стоят 200 рублей в Москве. Дорого, как бы, вообще-то. Ну и так далее. То есть, вот какие-то такие моменты, а еще хочется что-нибудь вкусненькое купить, сладенькое. Я сейчас не говорю о шоколадках, я сейчас говорю о каких-то классных фруктах, там, фреш себе позволить. То есть, вот в Москве это все гораздо-гораздо дороже. Если рассматривать рынки, например, Центральный, Даниловский, вообще какие-то непонятные цены, и я не могу понять, с чем это связано. Вот, то есть, первый раз, когда я попала на Даниловский рынок, я подумала про себя, ну, это чисто вот на дураков. Потому что покупать непонятные огурцы, которые даже без запаха, там, за 200 рублей килограмм, ну, это надо быть настоящим дураком. Причем это я сейчас очень мягко говорю. А я еще из тех людей, которые все берет, там, нюхает, пробует, и на меня очень там странно, типа, манго не надо так пробовать, или что вы нюхаете, наши помидоры. Я такая смотрю, а как иначе? Почему я должна покупать ваши пластмассовые помидоры за такую еще цену, и не попробовать, не понюхать? Это вообще как? Тем более, вы же рынок. Ну, на Даниловском все попроще, вот на Центральном есть две такие точки, которые тебе прям могут сказать, зачем вы там мнете наш манго, хотя ты его не мнешь, ты его держишь, слегка, может быть, нажимаешь. Но, в любом случае, да, есть такой момент. Здесь все очень дорого, красная рыба в два раза стоит дороже. Единственное, кстати, раки по той же самой цене, что и в Ростове. Хотя у нас юг, Дон, Донские раки, казалось бы, но да, цены здесь за килограмм такие же. Но я сейчас говорю о среднем раке. У нас в Ростове это 1000-1200, там промежуток до 1300 рублей доходит. В Москве тоже самое. Так, что я еще тут не сказала? Про Uber сказала, про желез сказала, про продукты сказала. А, вот про услуги. Это также отдельный пункт, здесь дорогие услуги. И даже вот если самое элементарное рассмотреть, это досуг, времяпрепровождение. Возьмем кино, ну, самое такое, что распространенное. У нас в городе, в Ростове-на-Дону, стоит сходить в кино в среднем рублей 500. Это я сейчас говорю о попкорне и о самом билете. В Москве на человека это будет 1000. Хотя, можно, конечно, найти билеты подешевле. Можно найти там и за 150, и за 200 рублей какие-то утренние сеансы. Но я никогда не ходила на утренние сеансы, я ходила только вечером. И, конечно, ну, вот я сравниваю вот, наверное, так. Хотя я уверена, что можно найти дешевле. То есть, я не говорю, что только вот стоит вам пойти в кино, как вот 1000 рублей вы отдали и про 1000 можете забыть. Это 100%. Нет, я такое не говорю. Но я говорю именно о средних суммах, как правило. Бывает и больше. Бывает, может, и полторы отдать. Там, если ты еще захотел Кока-Колу купить себе, водичку и салфетки. Все, это уже полторы. 100%. Ну, как бы, дорого. Очень дорого. Это я про досуг сказала. Давайте про услуги в сфере бьюти, красоты. Я тот человек, который был во многих, даже нет, во всех заведениях бьюти, пространствах моего города Ростова. Ну, хороших заведениях. Я знаю, какие там цены, и я знаю колебания этих цен. Так вот, в Москве это надо прям все умножать на 2. И это минимум. Озон. Озонотерапия. Можешь найти места, где можешь ты в Ростове заплатить 500 рублей за все лицо. В Москве это минимум 2000 рублей. Есть места и 5000 рублей. Карбоновый пилинг. У нас в Ростове от 800 до 1500. В Москве это 5000 рублей. Ниже я не видела карбоновый пилинг. Это вообще себестоимость. Это процедуры. Ну, чтобы вы понимали, может быть, вы не знаете. 18 рублей. У меня просто есть знакомый косметолог, который во всем этом крутится, вращается. И он мне все это говорил. 18 рублей. В Москве 5000 рублей. И мы за это платим. Ну и так далее. Помню первый раз. Я даже об этом писала в своем инстаграме. Я была на Сном Бульваре. Пошла. Помню там салон номер один. Как-то так он назывался. Мне сделали маникюр. Девочки, обычный маникюр. У меня не наращены ногти. Я никогда не наращивала ногти. У меня было, причем я пришла, у меня даже не было нужды в снятии. То есть у меня совершенно были голые ноготочки без какого-либо покрытия. То есть мне не нужно было делать снятия предварительно. Просто аккуратненько сделать обрезной маникюр. Ну, хорошо, можно было комбинированно. Мне сделали обрезной. И сделать покрытие шелаком. Я за это отдала в районе 4000 рублей. За что? Это шутка? Это просто маникюр. То есть я не делала никакие стразы. Мне никакие рисунки не рисовали. Я не потратила на это больше полутора часов. И почему я заплатила столько много денег? Ну да, когда меня встречали, мне предложили вино. Потому что у них там есть целая комната винная. Мне сказали, может вы хотите фреш? Да, у них хороший вид. У них очень приятный персонал. Все очень красиво, чистенько, убрано. Но очень дорого. Очень. Да, я согласна. Мне, кстати, многие после этого стали писать, что в Москве можно найти и дешевле. Конечно, можно, но нужно искать. То есть, если, например, в Ростове, ну, за самый дорогой маникюр, я помню, я отдавала 2500 рублей. И это было реально дорого. И я даже тогда не понимала, за что я отдала. Ну да ладно, там был какой-то новый эшелак. А только-только тогда выходил Люксио. У нас, по крайней мере, появился, и вот за это я отдала столько денег. Ну, еще можно понять. Про окрашивание, про какую-то там коррекцию, чего-то там, если вы собираетесь делать. Легче, вот мне, например, сесть, купить билет до Ростова и обратно. Пожить еще со своими родителями, увидеть всех своих любимых, родных, кошек, обнять, поцеловать. Все это сделать в Ростове, так я еще и в плюсе останусь. Чем нежели я пойду в салон и я дам в салоне деньги за ту же самую услугу. То есть, вот какие-то такие вот моменты, для меня, например, это все неоправданно. Я уже молчу про качество услуг. Если вы хотите получить хорошее качество, то вы должны изрядно постараться найти хорошее место. Потому что даже хорошее место не отвечает за идеальное качество. Следующий минус это то, что столица, город Москва, очень такой, знаете, индивидуалистичный город. И я это увидела, когда мы въехали вот в эту квартиру. И я помню, я там выбрасывала мусор, шла по лестничному проему, по лестничной клетке. И кто-то проходил из жильцов дома, в котором я живу. И я сказала, здравствуйте. И мне не сказали, здравствуйте. И для меня это было очень странно. Проходила какая-то женщина. Ну то есть, почему мне этого не сказали, я не понимала. И я потом еще кому-то сказала, здравствуйте. И мне также не сказали. Кстати, молодые ребята мне всегда говорят, здравствуйте. Девочки говорят, здравствуйте. Ну, молодежь. Люди повзрослее почему-то как-то никак вообще на тебя не реагируют. Могут пройти мимо, сделать вид, как будто не заметили. Но для меня, например, это странно. У нас в подъезде знают все друг друга. У нас есть консьерж, который знает всех по именам. Кто в какой квартире живет. Кто с кем, как, во сколько и когда. Ну, понятное дело. И мы тоже знаем, кто у нас на лестничной клетке живет с нами рядом. Кто у нас соседи. Кто на каких машинах. Потому что, ну, мы живем в одном доме. И, соответственно, если какие-то проблемы, помню, там с отоплением, например, мы решаем эти проблемы все вместе. То есть мы как-то очень такие, ну, сплоченные. Я уже молчу про деревни. Я уже молчу про, например, небольшой город, откуда моя мама, моя бабушка. И когда я приезжаю, у меня всегда складывается такое ощущение, как будто, если вот не дай бог с тобой что-то случится, завтра весь поселок будет у тебя. Потому что, например, если кто-то умирает, тут же все приходят женщины, начинают готовить, помогать. Приносят скамейки, скатерти. Там нужны какие-то продукты, фрукты, овощи тут же тебе приносят. Нужна помощь в готовке, тут же тебе помогают готовить. То есть до такой степени сплоченный народ. И там, не знаю, вот у моей бабушки, например, точнее моя бабушка очень часто бегает, там, кому-то уколы делает. Причем она бегает, это не в какое-то нормальное время. Она может побежать там в 3 часа ночи, в 4 часа ночи, потому что человеку плохо, ему надо. Она никогда не откажет. А здесь я даже боюсь представить, чтобы вот мне было плохо, и я кого-то позвала, и ко мне пришли. Во-первых, я никого не знаю здесь. Ну, то есть, вот как-то в маленьких городах, в поселках это все гораздо проще, и люди, они такие, они сплоченные. Вот как в американских фильмах показывают, ты приезжаешь, тебе тут же там пирог приносят, соседние из соседних домов там пытаются с тобой познакомиться. И я считаю это правильно. Да, там, они могут это делать сквозь зубы, да, там, им может это быть где-то, не знаю, они это делают, потому что так надо. Но, знаете, мне кажется, что лучше даже это сделать, потому что так надо, нежели чем вообще не делать. Ну вот, да, здесь как-то все очень-очень индивидуалистично, и ты, по большому счету, ну, никому не нужен. Ты такой сам в этом городе, маленький такой, маленький мышонок, который пытается крутиться, бегать, выжить как-то. И твои проблемы, это твои проблемы, и они только с тобой. Точно весь дом решать твои проблемы не будет. Ну, я также для себя выписала минусом, это то, что здесь очень много нерусских людей, таджиков, узбеков. Я не могу сказать, что от них есть какой-то вред, нет. Но, с чем я столкнулась, на Марьиной роще у нас здесь стройка идет, и когда я иду, ко мне, например, вот два раза приставали. Достаточно близко подходили, ну, как мне казалось, вот прям уже ближе, я бы уже забила бы тревогу. Пытались взять номер телефона, при том, что очень плохо излагали свои мысли, по-русски вообще плохо говорили. И один был, который прям шел за мной очень долго, и я уже ускорила шаг, и быстро-быстро дошла до метро, потому что, ну, это было уже как-то прям напряжно. Ну, все это мне, конечно, неприятно. Так, и последние два минуса. Это чисто такое мое наблюдение, и чисто мои минусы. Вы можете быть с ними согласны, можете не согласны. Первое, в Москве не так много мест, где можно летом искупаться. Да, они есть, но их не так много. И я сейчас говорю в сравнении со своим городом. Понятное дело, у нас лето летнее, жаркое, и в июне в пальто никто не ходит, как в Москве. Но все же, когда здесь жаркие денечки, ты прям такой сидишь и думаешь, куда поехать, куда можно поехать. В Ростове ты не думаешь. Ты просто вот куда не едешь, в какой район ты не едешь, везде будут бассейны, везде. У нас в центре, за городом, на левом берегу, везде, вот просто везде есть комплексы с бассейнами. Поэтому это классно, удобно. Ну, я, по крайней мере, в Москве с этим столкнулась. И также одно из моих наблюдений, это то, что в Москве не так много ухоженных девушек. Да, они есть, здесь очень много приезжих девчонок, но не так много ухоженных в сравнении с моим городом, южным городом. У нас Ростов, Краснодар, Сочи. Во-первых, большое смешение кровей, соответственно, очень много красивых девчонок. То есть из 10 девочек 8 будут красивых. И у нас очень много ухоженных. Всегда с укладками. Мне, например, часто говорят, Мира, ты так часто делаешь укладки. Я всегда делаю укладки, потому что я так выросла, я среди всего этого росла, жила, крутилась. И для меня это неотъемлемая часть моей жизни. Да, я делаю маникюры, потому что я не могу без этого, хотя сейчас у меня нет маникюра. Ну, то есть, как бы он у меня есть, просто без покрытия. А так я считаю, что нужно следить за своими руками, ногами, волосами, лицом. А как без этого? То есть здесь, например, очень часто можно столкнуться с тем, что можно увидеть девчонок с грязной головой, там без какого-либо вообще, ну, то есть с отсутствием макияжа. Я не говорю, что все должны ходить с макияжем. Это дело каждого. Но тут даже, знаете, макияж служит такой некой прослойкой вот с этим, с этой окружающей средой. Что с моей речью? Вот иногда бывает, я так туплю. Просто я вообще считаю, что макияж, он должен быть хотя бы легкий макияж, потому что даже тот же самый BB крем, он будет защищать вашу кожу от всего вот этого вот от всей этой окружающей среды. Потому что все равно пыль, все это оседает на коже, и нужно, ну, хоть маломальски защититься от всего этого. Не нужно наносить тонны косметики и воспринимать мои слова слишком буквально. То есть, если я говорю там с отсутствием макияжа, то нужно сразу представлять, ага, нужно ходить, значит, с тоннами макияжа. Нет, никто не говорит об этом, но хотя бы защищать свою кожу нужно. А здесь очень часто я сталкиваюсь с тем, что вообще ничего не наносят. Ну, как бы, мне по большому счету все равно на это. То есть, ну, люди могут ходить, как им угодно, как они хотят, и красота человека лично для меня не в этом. Но просто на это я обратила внимание, потому что, когда ты живешь в городе, где все очень ухоженные, очень красивые, и парни реально просто ломают свои шеи от переизбытка этой красоты, когда ты переезжаешь в Москву и видишь то, что здесь не прям такое обилие всего красивого, конечно, ты и на это обращаешь внимание. Ну, два пункта, это исключительно мое мнение, хотя и все до этого было тоже мое мнение. Просто, если те пункты, это такие очень распространенные, и с ними большое количество людей будут солидарны, то по поводу двух, конечно же, найдутся люди, которые поспорят. Но, я готова к обсуждениям. Обязательно оставляйте свои комментарии. На этом мое видео подошло к концу. Я очень надеюсь, что вам оно понравилось. и напишите, пожалуйста, я собираюсь снять ролик «Моя жизнь в Москве» и задавайте мне вопросы, потому что я, конечно, расскажу, с чем мне пришлось столкнуться. Вы можете мне задать, что вас больше всего интересует, волнует именно тогда, когда человек переезжает в Москву, то есть с какими трудностями он сталкивается. Задавайте все, что вам интересно, я отвечу. Фух, я так, если честно, устала записывать этот ролик, потому что у меня постоянно выключалась камера, она якобы перенагревалась, непонятно только чего она перенагревалась. И да, я ее постоянно выключала, включала, выключала, включала, у меня даже голос хрип и сел. Но в любом случае, я очень рада, что я записала это видео. Я вас всех очень сильно люблю, целую, до новых встреч. Всем пока!